ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки, здравствуйте! Девушки, всем здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак. А меня зовут Александра Васильева. Я её мама. Она моя мама. В прошлый раз у нас вышло шоу. Очень много было отзывов, но всё-таки не совсем понятно было, почему у нас была такая история с вот этой беготнёй по магазину. Да, очень много девушек спрашивали, зачем вы бегаете? Я тоже, когда первый раз посмотрю, у меня вопрос, а почему мы бежим? Я сказала там, что у нас есть время 20 минут для того, чтобы всё это купить. А для чего это нужно? Сейчас объясню подробнее. То есть так как это всё-таки шоу, чтобы было интересно, чтобы было динамично, потому что в магазине, когда я бываю в магазине декоративной косметики, я могу там ходить 2-3 часа спокойно, если не больше, потому что всё потрогать. Потому что это ограничение, мне кажется, иногда даже нужно просто для Жанны, вот эти вот 20 минут, чтобы Жанна на 3-4 часа просто не осталась в магазине. Но для меня на самом деле это тоже некое испытание, чтобы за 20 минут выбрать косметику. Но самое интересное, что если мы успеем с нашей героиней за 20 минут подобрать ей косметику, то тогда я накрашу её этой косметикой, и если она захочет её выбрать для себя, то я дарю ей косметичку полную декоративной косметики. А если не успеет, то тогда вся эта косметика, которая была приобретена в магазине, уходит вам, дорогие девушки. То есть будет небольшой розыгрыш среди вас, и если мы не успеем, то тогда весь набор декоративной косметики получит кто-нибудь из вас. Ну что, сейчас мы приглашаем нашу героиню Оксану, разберём её косметичку. И отправимся в магазин. Побежим в магазин и обратно. Оксана, расскажите, пожалуйста, о себе, хотя бы просто пару слов. Вы из Москвы. Ну, сейчас я живу в данный момент в Москве, а сама я из Белоруссии, из Минска. А в Москве давно живёте? Ну, уже пять лет живём. А, да, можно сказать, уже москвичка. Я ещё нет, я только полгода. Как часто вы используете декоративную косметику? Вообще любите? Или вот то, что у вас сейчас, это тот минимум? Слушай, уже едет открывать. Ну, вы знаете, вот как бы кажется, она у меня сейчас такая большая, да, но не особо здесь у меня вот карандашки. На самом деле, я не очень умею краситься декоративной косметикой так, как вот мне бы хотелось, как мне нравится на других девушках, да. Чем я крашусь всегда, чем я крашусь всегда, всегда, это у меня карандаш. Я подвожу глаза чуть-чуть, потому что они у меня, мне кажется, очень маленькие, невыразительные. Губы я крашу тоже карандашиком и немного могу блеска нанести. Вот у меня такой есть, такой блеск, светленький. Ещё одна помада. Да, да, это знакомый бренд. Да, тени вот у меня такие, но я редко ими пользуюсь, я честно говорю. Почему? Это ещё, это маслица для губы. А почему тени оберётся пользуюсь? Я не знаю, мне кажется, что, ну, я когда крашусь, ну, видно просто из-за того, что я не умею. У меня получается это небрежно. У меня получается это как-то, ну, мне кажется, что это некрасиво. Это все тени, да, которые у вас... А так я могу карандашиком чёрными растушёвывая, вот иногда так бывает у меня. Ну, то есть я такой дилетант, конечно, очень сильно. Ну, корректор есть. Корректор есть, а тональные средства? А, нет, у меня есть только праймер. Тональное средство я не очень люблю, не знаю почему. Может, я просто неправильно подбираю, потому что я его чувствую на лице мне тяжело. Вот прям... А кожа у вас склонна к сухости больше? А, она у меня смешанная, мне косметолог говорил. Здесь суховатая, здесь немножко как бы в зоне Т... Блеск бывает, да? Да, бывает блеск, но в основном нет. Она у меня вот даже сейчас, когда холодно в Москве, я прям чувствую, хотя мне кажется, вот что на мне тон на макияж, хотя на мне её вообще нет. А что это за праймер такой? Что даже не написано для какого-то... А это мне дарили, не знаю, какую. Ну, вот видно такая, это у меня блеск. Праймер, если я тоже не знаю. Я с помадами... Это какой-то российский или белорусский бренд, наверное? Это российский. Российский, да? Ну, попробуем. Так, а это что? Ну, вот мои любимые тени, из которых я ещё могла вот такие, вот такого цвета, видите, они, ну... Да, бежевые. Это я иногда, ну, у меня просто фиолетовый цвет, мне кажется, идёт на глаза. Да, у вас такая внешность, вам подойдёт много что. Кожа слегка смуглая, тёмные волосы, колоритная, контрастная, поэтому макияж можно вообще практически любить. А чем брови прорабатываете? Вот так люблю. Просто прозрачный, да? Да. Так, всё, да? Ну, у меня, да, у меня карандаш. У меня, потому что я не... Я знаю, что есть ещё хайлайтеры. У меня был хайлайтер жидкий, но мне кажется, что я сильно блестеть начинаю. А вот это вот... Это минеральная пудра. Она прозрачная. Она прозрачная. Понятно. Понятно. Ну, такой, видите, я дилетант немножко. Ну, ничего страшного. В принципе, задача-то нашего как раз шоу, чтобы вам рассказать, показать и вместе выбрать косметику. Сейчас мы с вами пойдём в магазин. Но перед тем, как выбирать декоративную косметику, нужно определиться, что мы с вами будем покупать. Люкс или масс-маркет. Поэтому вы сейчас тянете билет. Там как раз есть варианты люкс и масс-маркет. И какой билет вытянете, ту косметику мы и покупаем. Саша. Могу вот этот. Какой угодно. Ура! Ура! В этот раз у нас косметика класса люкс. Отлично. Серьезно, она вам может достаться. Ну что, теперь мы пойдём в магазин и идём именно в этот отдел. Да, хорошо, согласна. Ну что, все готовы? Стартуем? Стартуем! Время пошло. Говорю. Всё слышно. Я не слышу. Хорошо, что мы худенькие. И в принципе, будем покупать. Потому что я вам говорю, я могу часами там. Я обычно прихожу в магазин, выбираю специально, чтобы у меня было много времени и начинаю ходить к одному бренду, к другому. Тестирую, тестирую. Ну, это женская шарфа. Да, да, да. Тем более, если новинки, то... Господи, поспешишь людей насмешишь, я считаю. И бывает так, ходишь, 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 и можно вообще ничего не купить. Нажмите на кнопочку. Тем более, каждая кожа, она по-разному какой-то мейкап, да, воспринимает? Конечно. И где-то у нее поле сухой, где-то поле такой. Да, 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 да. Поэтому я тоже езжу, например, в общем, если я прикажу, мне предлагают, что Лену, зайти вообще ничего не купить, потому что я не знаю. Ох, приехал. Он наверх едет? А, мыши нет. Молодчик на четвертом. Я на 7-й сручен, Алену вас. Я тоже Алену вас. Запасная. Для второго поколения. Кто о чем? Кто о чем? Тик-так. Бегон. Бегон. Люкс. Тонали крем. Тонали крем. Какой ты сказала? Эрбориан. Эрбориан. Карандашик, карандашик, карандашик. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть эрбориан. Мне очень нравится вот этот карандаш. Вот же в антон. В том зале? Прям огонь. Он стойкий, оттенок красивый. Он такой, вот он сейчас на мне. Ты сразу с карандаша? Да. Это первое, что я вспомнила. Так, давайте здесь. Это как раз-таки четверка. А, нет, два четверка. Смотрим базу. Базу. Так, я пошла еще чем-то посмотрю. Ну и куда ты убежала? Где мой список? Где мой список? Так, базу нам нужно увлажняющую. Это плотная. Это, ой. Живанши у них, в принципе, мне нравится этот бренд. Но вот эта база, она такая плотная. То есть она дает увлажнение сиянию, но она как прям сама по себе как тональный крем. И учитывая, что вы не любите много всего, то это будет не очень комфортно. Я чувствую, как-то немножко потому, что меня пензут вон. Да, 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 да. Так, пойдемте дальше. Я хочу сенсарь. Помогите, пожалуйста. Я нашла базу. Какую? Makeup Forever увлажняющую. Давай, ее берем, 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 берем. Здравствуйте. Так, здесь есть хайлайтер. Я нашла увлажняющую базу. Вот эта шикарнейшая база. Можно нам, пожалуйста, на пас? От фирмы Makeup Forever. Она прозрачная, вот для тех девушек, у которых кожа, сухостью, кремовая, шикарная. Это в зимнее время. Она будет прекрасно работать. Она вообще, вот ее прям не видно. И ее, кстати, можно наносить под глаза тоже. Она тоже будет давать хорошее увлажнение. Вообще, пока девочки выбирают, пойду покажу базу. Так, вот это нам на кассу. Да, будьте добры. Или лучше мне сейчас с собой. Вот они, они относительно новые. И тут есть и зеленая для тех, у кого есть краснота, и фиолетовая для тех, у кого есть пигментация, и которая контролирует выработку севма. Короче, шикарный продукт, имейте в виду. Я, кстати, соберу корзинку для подписчиков. Они пускай свою собирают, а я свою соберу. Девочки. А мы уже базу взяли. Девушка. А у вас Диор Бэкстейч есть? Блистевончик. Отлично. Что у вас там? Блистевончик. Румяна. Так, ну смотрите, вот этот тоже очень хороший карандаш. Давайте вот эти вот, есть они в наличии. Возьмем мы. Так, я хочу вам тушь посоветовать. В Сенсайе, будьте добры. Вот здесь тушь очень хорошая, которая с кисточкой изогнутой. Термотушь, 38 градусов. Да, вот эту. Есть в наличии? Да, такая точно есть. Есть? А давайте даже две, одну я себе просто возьму. Вот консилеры. Значит, вы говорите, что... А, здесь он со спонжем. Консилер. Консилер, это который сама... Под глаза, да. Под глаза именно с линчкой. Да, 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 да. Здесь... Так, пойдемте все-таки в Сен-Лоран. Посмотрим. Это неудобно очень. И он... Вот эти консилеры, они, может быть, и хороши по качеству. Просто его наносить подразумевается. Смотрите, что вы наносите вот так вот. И потом еще массаж делаете. Просто консилером массаж делать нельзя. Это будет... Можно глазки расстить. Это будет очень плотно под кожей. Ну, на коже. И, ну, это же не для массажа. Это плотновато. Так, давайте сюда пойдем. А-а-а! Вот! Прекрасно! Мы сейчас возьмем консилер, мы как Форева. Это профессиональный бренд. Много где представлены. У них сейчас появился вот такой продукт. Мне очень нравится. Это как раз такая подсветка под глаза. Для того, чтобы... Именно хочется, чтобы глаза вот это вот подсвечивалось. Чем мы вообще... Вот это вот очень тонкая здесь текстура. Прям вообще невесомая. Да, все. Так, нам, скорее всего, нужен вот этот цвет 0,2. А где консультант? А можно кого-нибудь? Девушки, а будьте добры! Девушки, будьте добры, помогите, пожалуйста. Что-то, что-то кисточки нету ни одной растушевочной. Так, да, нам двоечку вот так это мы взяли. Это все не могут анальные найти. Пойдемте дальше. А где Саша? Можно Сашу? Куда она помогать нам пошла или что? Зачем она пришла с нами? Мне нужно на водной основе. И ни одного консультанта. Ну что ж такое-то? Я не понимаю. Здравствуйте. Вы пока куда-нибудь в Клоранс? Пойдемте, пожалуйста, давайте в Клоранс. Нет, пойдемте тогда с нами в Клоранс. Будьте добры. Вот, очень хорошо. Нам нужно давайте масло для губ. Классно вам классическое? Так, давайте классическое. Да. Давайте вот этот цвет. Раз. Теперь. Это консилер устойчивый. Кстати, можно его, наверное... А, он устойчивый. А мне нужно, который будет увлажняющий. У нас только один на таком еще, спасибо. Только один, больше нет, очень плотный. Очень плотный. А вот эту кисточку можно? Да. У нас там просто очень мало времени. И самый тонкий увлажняющий тональный крем. Покажите, какой. Ну да, такой тоненький. Который пушистенький, да, нужно. Так, сейчас еще посмотрим. Вам ее открыть? Не надо, не надо. Просто мне дайте ее, и все. Так, значит, у нас... Держись. Мы взяли... Что мы взяли? А, хайлайтер кремовый есть? Нет. Кремовый хайлайтер. База его можно по хайлайтеру. Нет, он маловат. Надо побольше. Да, вот это хорошо, кстати. Вот такой вот. Ой, отлично. Давайте вот этот. Лен, деликатный. Не пойму. Да, хорош. По наличию нам срочно нужно дать. Я пока пошла в другое. Так, вот смотрите, вот масло для пупы. Вот нет в наличии. Да? А есть похожий цвет, другое, что есть в наличии? Так, а кто-нибудь... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну что ты, где ты ходишь? Саша, мне помощь нужна твоя, я-то убежала. Я ничего не знаю, я подписчикам взяла... У нас героиня же есть, Саша. Здравствуйте. А будьте добры, мне нужен тональный крем. Вы можете подсказать? Точнее, просто практически нам даже его дать. Сегодня все против нас просто. Я не понимаю. А покажи, пожалуйста, что вы взяли. Вот сейчас у нас на это время есть, да? Вот сейчас вот показывать. Вот этот новый тональный крем, он такой, как бы... Сейчас-то я возьму, наверное, еще двоечку. Так, у нас еще не все. Список открываешь, что там нужно купить? Кричит на меня. Да, он такой вот этот хороший. Я вообще не нервничаю. Мы же посмотрим. Саша хочет, чтобы мы не успели. И все время говорит, девочки, если они не успеют, косметика достанется вам. А Жанна хочет, чтобы они успели. Конечно. Можно подсказать, мне нужен тональный крем. Есть ли он в наличии? Так, скорее всего, вот этот вот. А, я пробовала три натуральные. Так, этот темноват. А Эрбориан есть у вас в Брэнс? Тогда нам нужно там Би-Би. Ну, там будет лучше, не будем здесь брать. Значит, нам нужен Би-Би. Пойдемте к Эрбориану. Консильер я взяла. Веста Лаудер, что еще мне нужно тут взять? Что-то я теряю сегодня. Диор Бэкстейч мне нужно, румяна, точно. Хайлайтер мы взяли. Пошли к Эрбориану. Да-да-да, давайте. Я не поняла, в Диоре там есть похожее. А это что? Это хайлайтер. Спасибо большое. Да. А где Би-Би-Би-Би-Крем? Очень крутой как раз-таки. Здравствуйте. Вы у нас девушка Диор? Он подойдет на девушку, которая тоже кожа склонна к сухости. Опять нету Диор Бэкстейч. Румян нету? Они так и не пришли? Нет пока. Румяна. Саша, открой, пожалуйста, список. Что? Я просто забыла, что у нас. База, тон, консилер, пудра, бронзер. У нас что есть в наличии? Так, масло для губ. Дживанши. Масло для губ. Хорошие. Лумяна. А вот они идут. Видимо, новогодняя коллекция максимализированная. С блеском нет. Вы имеете в виду оранжевый? Да, да, да. Сейчас их нет по наличию. Такие вы, наверное, говорите. Да. К сожалению, их тоже сейчас нет. Так, а что касается масла, только вот этот цвет, то, что здесь представлено. Сколько времени у нас осталось? Вот этот есть? Давайте я посмотрю, какой там, секундочку. Еще раз, Саша, что у нас? Я не вижу, где косметика. Господи, как мне это раздражает, честное слово. Где у нас, что мы взяли? Вот, раз, два. И все, что ли? А тональный. А что, мы уже к Эрборио нашли. Да. Иди, бери, тональный Эрборио. Эрборио? Да. Да, давайте, хорош. Он такой будет натуральненький. Так, сейчас. Консилер мы взяли. А куда нам его на кассу отнесли? Да, я или биби? А, вы нас... А что там еще у нас было? Я забыла. Ваши тенок, наверное. Две туши. Туши мы взяли. Тени нам нужны. Давайте вот это. Есть вот это, рождественская? Ага. Так, бальзам, блеск, тушь, карандаши. Карандаши, да, это все, по-моему. Карандаши для губ вы взяли, да? Теперь для глаз. Где карандаши для глаз? Давайте мы посмотрим. И для бровей нам нужен карандаш. А те, которые тоненькие? Да, вот эти будут тоненькие, они выкручиваются. Вот эти очень хорошие карандаши. Это один и тот же, по-моему, номер. Да, они два одинаковых. Да, будьте добры, вот этот цвет. Карандаш для бровей. И карандаш для глаз. Пробуем на вас оттенок. О, шикарно, шикарно. Прям вообще слился с кожей. Мы его возьмем. Сейчас я вам его откажу. Давайте вот этот. О, супер. С него вы немножко, да? А он же раньше, по-моему, поменьше, да был? А он еще есть поменьше. Нет, поменьше. Это я взяла. Так, давай по списку еще раз. Корректор. Корректор мы взяли. База у нас есть, тональный есть, консилер есть. Пудру мы не взяли никакую. Давайте здесь возьмем, которая, знаете, вот эта новая. Да, 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 да. На вас подбираем? Нет. Вот. На нашу девушку. Я думаю, что вот эта. Пудра. А можно вашу ручку? Хайлайтер мы взяли, румяна мы не взяли. Да, вот эта тетяна классовая. Да, отлично, как раз он такой, чуть-чуть. Так, карандаш для глаз я взяла, тени взяли, тушь взяли, карандаш, блеск взяли. А нервничали-то как? Ну, так время-то идет, надо еще оплачивать. Идите, девочки, на кассу. Я забыла взять крем-массу, ой, блеск-массу для подписчиков. В хорошем состоянии. Все, 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 я поняла, давайте, да, забираем. Спасибо. Девушка, все, тогда. Продите мне вот этот. Да. Я вас провожу на кассу. Да, идем на кассу, держите, сейчас тогда заплачу. Кисточку вы еще для пудры есть отдельно? Пусть может, бог, там неплохие, кстати, кисточки. А что-то мы в Шанель ничего не купили. А мы румяна взяли? Нет, не взяли, надо в Живанши же сказала идти. Иди в Живанши, возьми румяна. Ой, Господи. Дай мне сев. Сейчас я блеск сначала возьму. А кто может? А кто может нас побыстренькому, чтобы у нас просто время? А что-то я не... А что-то там мало у нас лежит. Ой, спасибо, да. Что-то вы мало взяли? Нет, мы взяли все, все взяли. Нет, еще Саша, там у меня сейчас что-то в руках. Спасибо. Как всегда, на кассе мы стоим. Нет, я понимаю, что все покупают, я все это прекрасно понимаю. Но просто когда мало времени, это его начинает раздражать. А девушка, знаешь, косметика там ходит? И как будто, вы знаете, мы никуда не торопимся. Ну, значит, вся косметика уйдет подписчица. У нас есть еще две минуты хотя бы, чтобы мы пулей просто капитулировались. Сейчас подойдет. Кто? Девушка поясняет. А, спасибо. Да, да, да. Пропустите, пожалуйста, девушку. И вот это тоже все наше. Вот это, да. Да, 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 да. Так, еще косметичку. Так. Девушка кто-то пошла? Пожалуйста, вот возьмите вот у нас там. У меня все получилось. Вот, пожалуйста, будьте добры, вот это вот наш. Да, 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 да. И вот так теперь я пользуюсь, да? Так. Девушка, есть. И вот это тоже все. И косметичка. Водючек. Да, 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 да. Так, а где Саша опять? Я больше ее не буду брать с собой. Я ее больше с собой брать не буду. Я думала, она будет мне помогать. Саша. Где? Мы уже взяли. Нет, еще. Тут два варианта румян. Одни матовые? Матовые, это какие? Это клоранс. А сесле, они такие немножко сияющие, вон они тоже очень красивые. Это забирай себе. Сияющие. Девушку, дай, пожалуйста. Это мы не берем. Отлично. Так, вот это берем кисть большую. Нашла мне? Нет. Спасибо. Вот это еще возьмите, пожалуйста. О, кисточка. Это кому? Это Жаня. Да. Или мне? Нет, это мне. А у меня-то кисточка нету. А ты что-то набрала, я не поняла. Ой. Да ничего. У тебя помада съелась. А чего ты мне... Никакая ее не сука. Это фраза из фильма? Да. Из какого, напомню? За бортом. Когда главная героиня выбросила за борт плотника и все его инструменты. И такая садится, а у нее ногти только что накрашены, она так смотрит на свои ногти, говорит такая. Никакая я не сука. 27 тысяч, дайте, пожалуйста, карточку. Я тоже хочу, так, в магазинах ходить, просто дайте, пожалуйста, карточку. И сразу же карточка. Ну, я сейчас тоже скажу, дайте, пожалуйста, карточку. Да, 26 тысячу, 20 полгода. Со скидкой все, да? Да. Без скидки там 34. Без скидки 34, а так 26. Так, оплата картой, да? Оплата картой. Ох уж эта дорогая, богатая жизнь. Все, благодарю вас. Все, побежали, 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 побежали. Бежи, бежи. А вы тут стойте. Я, конечно, тут все набрала. Сейчас сделаю макияж, да? И Оксана скажет, вы знаете, мне не нравится. Останется своей косметичкой. Вряд ли. Я себе такие жалости не позволяла в магазинах. Первый раз. Благодаря вам. Ты ходишь, ходишь. Выбираешь, выбираешь. Выбрала. Побежали. Наш лифт, лифт. Опа. Так. Опа. Там не зайдешь. Угу. Успели. Да, да, да. Места. Хоть бы повезло. Я предлагаю даже на пергонке. Чтобы нам это досталось. И сюда, сюда. И вот. Да, да, да. Здравствуйте еще раз. Еще раз. Здравствуйте. 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 Так, ну что, мы успели? Успели? Нет, к сожалению, мы не успели. Что будем делать? Полторы минуты. Какая жалость. Ну, давайте я... Вообще шоу? Чье шоу? Шоу мое. Поэтому я решаю, что здесь будет. Поэтому давайте я вам подарю эту косметику. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас будем краситься. И после того, как я сделаю макияж, вы уже будете выбирать. Косметичку свою или то, что мы с вами собрали. Согласна. Согласна? Только я вашу косметичку тогда заберу. Согласна. Все, без возврата. Я их коплю. Ну что, сейчас немножко воды попьем и начнем краситься. Хорошо. Да. Мы когда ходили по магазину, я, конечно же, Жанну старалась задержать, чтобы тот вариант продукции, который она выберет, достался девушке вам. Не могу сказать, что, к сожалению, безусловно, к счастью, что данная продукция досталась нашей героине. Но поэтому я все равно вам выбрала три продукта, которые будут разыгрываться среди подписчиков у Жанны в Instagram. Поэтому обязательно следите за сториз. Что же будет в этом наборе? Это будет лимит... По-моему, это лимитированный блеск от фирмы Dior. Он выглядит темный, но на самом деле он полупрозрачный. Как раз таки для новогодней ночи, вечера, как вам угодно. И даже дня будет хорош. А вот это карандаш от фирмы N1. Он, в принципе, может использоваться как подводка для глаз. То есть, в принципе, можно будет сделать вот эту красивую четкую стрелочку. И та самая кисточка для пудры. Она будет шикарной, на самом деле, как для обычной пудры, так и для транспарантной, так и для загарной. Поэтому вот этот вот мини-набор новогодней, девушки, будет чей-то ваш. А, там маракуйя. Я думаю, что такое свадьба? Так давайте разбирать-то, что мы сидим? Ребят, давайте начинать. Ну вот мы перешли в более удобное место для того, чтобы сделать макияж. И начнем мы, конечно же, с распаковки. Так, девочки, помогайте мне. Сейчас я все буду выкладывать. И нам нужно достать все, разложить. И я буду рассказывать Саше потихонечку, что же мы все-таки купили. Потому что мы же бегали там так активно. Я, кстати, не помню уже почти ничего из того, что мы... Да, на самом деле, я сама так перенервничала, что я уже тоже не помню. Я вообще не нервничала. Так, давайте по порядку косметичка у нас еще есть, чтобы мы делали макияж последовательно. База. Где база? Саша, где база? А что, мы же Майка Форево взяли базу, да? Да, мы, это вы. Ты сказала, я советую взять вот эту базу. Ты ее взяла? Вообще я ее взяла. Она в пакетике для подписчиков. Молодец. Вообще-то это база наша. Давай сюда ее. Ну, я же тебя попросила. Все, все. Так, значит, сейчас Саша отдаст базу. Дальше у нас тональное средство. А, господи, я уже думаю, тонального средства нет. Тональное средство. Консилер. Это у нас вот это. Майкап Форево. Новый продукт у них очень классный. Смотрите, вот и база появилась. Вот и база, молодец. А я говорила, поспешишь, людей насмешишь. Вот вам база. База, тональный крем, консилер. Затем у нас был жидкий хайлайтер. Затем у нас была пудра, которая чуть-чуть матовость придает. Это то, что говорила Оксана. Важно, чтобы не было блеска. Так, мне не откройте, открой, пожалуйста. Так, потом у нас румяна. Румяна с розовинкой, очень хороший цвет. Так, потом у нас карандаш для бровей. Так, еще раз, не тоже. Да, все такое новенькое. Новенькое, все красивое. Прямо такое все. Одно удовольствие. Карандаш для бровей. Туш, открывай. Затем у нас... Это что у нас? Туш, Диор. Забыла, что это. А, карандаш для бровей и карандаш для глаз. Это у нас для глаз, а это у нас карандаш для бровей. Так, отлично. Затем, тени. Тени. Харисан Диор. Ой, как в люксе, конечно, такая хорошая упаковка всегда. Прям такая добротная. Затем у нас... Так, ты я открыла. Так, кисточка для нанесения пудры. Какая упаковка, красивая. Так. А ты знаешь, так как нам для Оксаны особо пудру она не использует, то я могу вот эту кисточку, пожалуйста, отдать для подписчиц. У нас получается равноценный обмен. Потому что такая кисть, Оксане, не нужна. Я взяла NYX. Вот я попрошу тебя попробовать, пожалуйста, открою ее. Вот. Ты же не брала там кисточку, нет? Нет. Вот, пожалуйста. Так, и кисточка. Какая прелестная кисточка. Да, мне тоже очень понравилась NYX. И кисточка для нанесения теней. Сейчас буду рассказывать, как все это... Точнее, не рассказывать. Чтобы начать. Да, 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 да. Я даже буду сейчас не рассказывать, я просто покажу, как можно благодаря этой косметике сделать быстрый макияж. И он будет натуральный. Учитывая то, как вы пользуетесь декоративной косметикой, я уже понимаю ваше предпочтение. Соответственно, сделаем так, чтобы это было комфортно. Чтобы вы спокойно могли себя чувствовать, чтобы не было вот этого, ой, сколько у меня много всего на лице. Ну и, соответственно, конечно, результат. Потому что у вас очень хорошие черты лица. И задача вообще даже элементарная, просто все это подчеркнуть, ничего корректировать не надо. Значит, хочу вам немножко рассказать про... У вас, про ваше лицо. У вас идеальное просто лицо. Очень хорошая скульптура своя. Ярко выраженные скулы. Красивые по форме глаза. Вы сказали, они небольшие. Может, они небольшие, но форма то, что надо. Брови шикарные, цвет лица замечательный, губы, нос. Ну, вообще просто, действительно, вам можно, знаете, моделью быть. И сейчас я как раз покажу, как можно сделать макияж в европейской технике. Он делается очень быстро. Вообще по времени это занимает, наверное, минут 15, не больше. Самое главное просто знать, как использовать. Сейчас я беру базу. База ещё называется праймер. Это то, что выравнивает кожу по цвету, по фактуре. По фактуре это когда создаётся эффект такой, знаете, гладкой, безупречной кожи, как крем. Но крем тоже можно использовать. Точнее, крем нужно использовать. То есть сначала крем, а потом? Обязательно. Сначала уход, а потом уже используется база. И она после нанесения на кожу уже такое ощущение, как будто бы, знаете, вот эффект влаги есть. То есть она уже разглаживается. Я вот всегда думала, зачем она нужна. Да. Конечно, она прозрачная. И она даёт больше как эффект тонуса. Следующий шаг. Тональный крем. Тональные средства, которые как BB, это средства, которые незаметны на коже. Я бы сказала, это продолжение ухода, но при этом с тонирующим эффектом. Я очень люблю всё наносить руками. Значит, кожа у вас хорошая. И эти тональные средства, в данном случае руборин, подстраиваются под цвет лица. Значит, чтобы не было, как вы вот говорите, не люблю, когда много всего на коже, дискомфорт. Не надо и наносить на всё лицо. Можно наносить только слегка, на центр лица. Потому что именно эта зона у нас, как правило, такая более капризная по цвету. Вот смотрите, камеру, видите, вот я наношу, и сразу же. И это тональный крем. Он такой немножечко даже как будто бы с маслами. Вот ощущение гладкой, ровной кожи и увлажнённой. То есть нет вот этого эффекта пудрового. Пудры, кстати, вам тоже много не нужно. Иногда она очень хорошо, особенно, допустим, в летний период. А так? Ну, пудра, вот я пудрой пользовалась своей. Я вот межбрубка, она мне блестит. Вот я пудрой в некоторые места тоже не всё. Да, так и надо. Я сейчас покажу по этому кисточку, я как раз взяла такой потоньше, который можно использовать и для пудры, и для румян. Так, смотрите, на центр лба, тоже сюда, посмотрите. Вот даже уже сейчас видно в камеру, видите лицо как? И сразу создаётся эффект плоскости, о чём-то я очень часто говорю на своих курсах. У меня же базовый курс по макияжу. Вы не увидите тональные средства на лице. Вот, а значит, я просто её неправильно подбирала тональные средства. Если она будет пудровая, то у вас моментально всё это пропечатается. Поэтому очень правильно нужно выбирать в магазине. Значит, на зону вот этих минических морщиночек чуть-чуть я наношу, но без фанатизма, на глаза не наношу. А, под глаза нельзя, да? Нет, 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 нет. Нежелательно. Катастрофы-то не будет с одного раза, с двух, но лучше, особенно если мы хотим максимально натуральный эффект, мы туда нанесли базу увлажняющую. Всё, достаточно. Ну вот, смотрите, как красиво. Очень хорошо. Свежо. Очень хорошо. Да. Следующий шаг, это у нас консилер. Мы бегали и забыли купить базу под тени. Ну ладно. Консилер. Это Make Up For Ever. Этот консилер, он, по-моему, относительно новый в Make Up For Ever. Новый, новый. Он очень хорошо увлажняет, и он такой полупрозрачный. Нажимаем пару раз. Первый раз, когда надо долго. Затем вот так вот я лишнее убираю, чтобы было совсем чуть-чуть. Видите, он тоже очень тоненький. И когда растушевываю, прям прозрачный. Теперь смотрим в камеру. Куда наносить? Не на всё лицо, не на все глаза. Смотрите, вот в камеру прямо. Наносим только совсем небольшое количество на теневую зону. Тогда и не будет перегруза. Средство очень-очень тонкое, всё, растаяло. А эффект есть. Поэтому создаёт как будто бы эффект подсветки. Забыли мы, не успели, не то, что не успели, забыли купить базу под тенем. Поэтому вместо базы под тенем, закрываем, я наношу консилер. И он также будет выравнивать по цвету, даёт стойкость. База, конечно, лучше, но у вас хорошая форма глаз, поэтому я думаю, что и консилера будет достаточно. Так, открываем. Вот, смотрите, какое сразу, да? Да, и глаза разные, получается. Да, 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 да. И что касается, например, если нужно какие-то отдельные зоны, допустим, тоже можно чуть-чуть... Именно где тень, да? Где тень, всё верно. Тоже наносим. Средство очень-очень тоненькое. Так, это у меня номер 02. Так, посмотрите, зеркало ещё раз. Вот. Вот такая вот лёгкая делается подсветка, что в итоге создаётся иллюзия абсолютно, опять же, такого ровненького, идеального личика. Так, теперь давайте с этой стороны, наверх. Нет ощущения вот на лице, да? Нет, вообще не чувствую. А вот некоторые я видела, что, ну, допустим, средства наносят именно спонжами. Да. А лучше, чем, допустим, рукой, свои пальчики? Или вот... Практически одинаково. Есть некоторые особенности. Всё зависит от того, какое средство. Если плотное, то пальцами неудобно. Удобно спонжем. Если прозрачное, то удобно спонжем и удобно пальцами. Поэтому как вам больше нравится. Если спонжик намочить, то получится более прозрачное нанесение. Если не мочить, то будет чуть поплотнее. Ну, такой, какой он есть. То есть можно попробовать. Так, вот. Ну, да. Да, красоты вот этой вот вокруг волосы нет. Нету, всё. Теперь покажу, как пудру. Пудру на всё лицо не надо. Набираем немножечко на кисть. И буквально вот так вот чуть-чуть матируем Т-зону. Если будет появляться блеск, то как раз вот этого достаточно. То есть не нужно всё лицо, подбородок, подбородок. Да, да. Ну и, соответственно, если подправить макияж. Нанесли консилер немножко в течение дня и припудрили всё. Так как у нас сейчас нету базы под тени, я вот пудру наношу на консилер, чтобы база была, точнее консилер, более стойкий. Вот, смотрите, как красиво. Отлично. Вообще красота. Да, румяна. Так, помимо румяна у нас ещё давайте сначала хайлайтер. Очень люблю хайлайтеры. Они дают, конечно, вот этот эффект лоска кожи. Обожаю именно кремовые. Кремовые их лучше растушевывать. И они натуральные и увлажняют хорошо. Так, повернитесь вот так, ага, как раз на самую выступающую часть скулы. Здесь у нас пудры нету, поэтому прекрасно это средство ведёт. То есть, когда на пудру нельзя, иначе у нас катается. Да, а пудры у нас здесь нету. Получается, что у нас средства между собой, они не спорят. Немножко я нанесу под пик брови. Да, в общем-то, этого достаточно. Так, вот, видите, да, такое вот свечение. Заиграла так красиво лучше. Да, 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 с этой стороны. Поэтому использовать это будет очень легко. То есть, тоже на пальчик, да? Да, 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 всё, половину макияжа можно сделать пальцами. В итоге у вас будет сейчас 2 или 3 кисточки. Значит, когда покупаете румяна, и румяна идут вот с такой кисточкой. Да, у меня такая кисточка была, поэтому я не могу. Можно, когда вот такая полукруглая, ещё можно. Вообще, я люблю отдельное, но с собой, знаете, не всегда можно взять. Набираем на кисточку с двух сторон. После хайлайтера получается? Да, 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 на припудренное лицо. И движения немножечко вот такие, как бы округлые. Ну, не просто по лицу, да? Красивый румяна. Да, очень красивый румяна. А вот такими движениями, чтобы не получилось, как пятнами. Маленькими кисточками нужно движение делать именно по кругу. Иначе вы, если будете делать... В сторону, вот я делала в сторону. В сторону, да. Я полосами добавляю. Да, да. Вот, кисточка это удобно тем, что можно чуть-чуть, смотрите, вот таким вот образом на глаза нанести. Чуть-чуть сюда. Всё. И немножко я обычно делаю тоже на шею, чтобы был плавный переход, чтобы не было такого вот, как бы, эффекта маски. Так, я тоже хочу такие румяна. У меня таких ещё не было. Ну, вот посмотрите, как уже красивый, да? Свежий такой. Всё, звезда, уже можно, да, закончить. Да, так, следующий шаг брови. Я люблюсь в последнее время карандаши для бровей, которые вот с такими, знаете, как грифель, прямо, знаете, как карандаши обычные, только механические. Да, да, да. И вот сейчас теперь такие для бровей. Очень удобно. А тоненькие такие? А не тоненькие, да, открываем глаза, брови у вас хорошие, просто вот здесь вот чуть-чуть не хватает ширины. Я её добавляю. Цвет вообще просто идеальный практически. Что за фирма карандаша? Диор, карандаш Диор. Так, и с другой стороны, естественно, расчёсочка. Очень удобно. Раз и расчесали. Так, ну, посмотрите, прекрасная же красота. Минута одна. Вообще просто. Это я сейчас рассказываю. Если вот мне сейчас сказали, Жанна, молчи, я сделаю макияж, я сделаю его практически за 5 минут. Это несложно. Это вот хорошо к таким людям, как я, которые вечно спешат. Я всегда спешу, и чтобы мне накраситься красиво. Я, наверное, час буду сидеть и то. Час почему? Потому что вы не знаете, что, куда, зачем. Тут есть свои тонкости. Как, например, там наступить на карандаш, наступить, чтобы не получилась яркая линия, чтобы получилось очень деликатно. Вот такие есть нюансы. Значит, мне надо к вам идти на обучение? Конечно. Так, следующий шаг – это карандаш. Я знаю, что вы любите карандаши для глаз. Мы купили карандаш. Это тоже у нас Диор. Карандаш, который вот так тоже выкручивается. Ой, не выкручивается. Sorry. Вот так. Удобно, что он тоже самозатачивающийся. И он не чёрный. Сейчас закрываем глаза. Крашу межресничку, чтобы ресницы были гуще. И в данном случае карандаш имеет немножко такой сливовый подтон. Очень хорошо подчеркнёт зелёные глаза. Когда вы делаете просто карандашом прорисовку, глаза становятся ярче, но они не становятся больше. Для того, чтобы глаза были больше, нужно карандаш немного растушевать. И вот с другой стороны этого карандаша есть аппликатор, что очень удобно для того, чтобы сделать вот эту вот растяжку карандаша. Наношу сначала, растушевываю карандашом, а потом аппликатором получается то, что надо. Так, открываем глаза. Смотрите. Вот. Смотрите, как здорово. Второй глаз. Закрываем. Я, конечно, очень люблю тени. Я прямо не понимаю, как девушки без тени. Я просто не умею их накладывать. Сейчас сделаем. Для этого нужна хорошая кисточка. Кисточку мы купили. И эта кисточка, она как раз поможет сделать быстрый макияж и увеличить глаза и сделать их более выразительными. Скорректировать, например. Вы сказали, что вам не нравится, что у вас глаза небольшие. У вас очень красивая форма. Мы сейчас просто сделаем ее побольше. Так, смотрим опять. Ой, как красиво. Я сама каждый раз, когда делаю, так. Вроде все понятно, а все равно невозможно не восхититься. Так, берем тени. Тени у нас Dior. Кисточка у нас какая? Clorans. Вот такая вот кисточка. Она позволяет сделать очень хорошую, быструю растушевку. Я сейчас беру темные тени. Стряхиваем. Стряхиваем. Так. Вот сюда. Открываем глаза. Прямо смотрим. Прямо. И вот при открытых глазах чуть-чуть затемняю верхнюю часть века. Растушевываю. Кисточка очень мягкая, хороша. Мне нравится. Так. Ну, смотрите. Вот видите сразу, как глаз раскрылся. Здорово же? Да, по-другому. А сейчас еще ресницы. Сейчас еще ресницы сделаем. А еще помадой быть вообще красавцем. Что значит будет? Красавица есть. Сейчас все это усилим просто. А в макияже, когда я обычно советую, да, не менять свои, ну, свои пропорции. То есть чаще всего идет акцент просто на усиление. Конечно, иногда бывает, что-то нужно подкорректировать. И когда это делается правильно, то сразу же, конечно же, видно вот эта вся красота своего лица. Так. Смотрим еще раз. Вон какие огромные глаза. Так, значит, теперь мне нужно чуть-чуть подвести нижнее веко. Вот тут есть такая кисточка, не люблю я их, но в данном случае та, которая для растушевки, она уж очень большая. Я прорисую вот этой, которая в упаковке, нижнее веко. Кстати, первый раз делаю. Саш, ты пользуешься такими? Нет, я их сразу же выкидываю, даже не доставаясь. Потому что у визажиста есть инструменты, есть кисточки поменьше. Ну, кстати, вот здесь вот я бы сохранила. Вот эта кисточка. А она именно для прорисовки стрелочкой или для чего вот эта вот такая? Нет, это кисточка вот в упаковке с тенями. И вообще такими аппликаторами очень тяжело пользоваться. Вот с другой стороны здесь тоже кисточка и есть аппликаторы. Аппликаторами можно нанести тени, но растушевать никак. Поэтому получается, как правило, такой рисунок грубоватый. Ну да, мне тоже больше нравится, когда такое все немножко размыто. Вот это вот как смоки айс делают, оно же тоже такое нечеткие линии. Когда нечеткое, все смотрится значительно милее, мягче, и лицо смотрится моложе. Потому что у нас и так с возрастом появляются четкие линии. Зачем их еще усиливать? Так, теперь чуть-чуть подчищаю. Опять же тот консилер, который я использовала для глаз. Если что-то сыпется, что-то неровно, то можно, да, под карандашом так не сделать, это можно сделать только тени. У меня глаза стали какого-то другого цвета, они прям, да, стали ярче. Да, сейчас я беру из этой палетки теней другие тени, возьму которые такие пальчиком посветлее, закрываем и на подвижные века, чтобы там всякие неровности все это сгладить. Получается очень красиво. Мне кажется, мне теперь тоже нужны такие тени. Тени, да я тоже смотрю, я вот первый раз купила. Просто это новая коллекция, и она недавно появилась в продаже. До этого были тестеры, я все ходила, хотела купить, и так и не купила. А сейчас я понимаю, что я тоже их хочу. Так, смотрим. Очень красиво. Очень красиво. Так, и вот такой вот цвет здесь, который такой немножечко телесный, вот этим цветом мы сделаем, открываем глаза, смотрите в камеру, вот здесь легкую тоже дымку. То есть всегда в палетке представлены цвета, они друг друга дополняют. Есть цвет, который делает форму, например, темный, вот этот цвет, он посветлее. И мы им делаем вот эту мягкость линии, растушевку, чтобы все было вот такой легкой поволокой, мягко, нежно. Сразу придает больше, знаете, такой и легкости макияжу, и лицо в целом. И все так таинственно, непонятно, что, как, куда, где начинается, где заканчивается. Что, смотрится, да. Ну, красота. Сколько стоит у нас палетка? Палетка? Сейчас мы с тобой как раз обсудим чек, возьмем чек и посмотрим все по чеку. Хочется чуть-чуть добавить немножечко румян. Я взяла кисточку, которую мы купили, потому что когда тени поярче, и мой любимый штрих, румяна мы наносим еще, и немножечко на глаза, как растушевка. Так. Отлично. Тушь. Тушь термо. Вы можете, нам не ту тушь дали. Да? Да. Нам дали не ту тушь. Я просила с кисточкой маленькой. Ну да, она бы не мало, такая была кисточка. Да, отдала нам другую. Я расстроилась. Пара-пара-пам. Ну что это такое? Ну я же сказала, с маленькой кисточкой. Ну ладно, это тоже туда что. Мы же сейчас не пойдем в магазин. Тем более не принять. Эта тушь называется 38. Она смывается при температуре 38 градусов. Смотрим вниз, вниз, вниз. Открываем. Я люблю эту тушь, потому что как раз когда снег с дождем, когда непонятная погода, когда глаза слезятся, вообще идеально накрасили. Хоть в сауну, хоть в бассейн. Ресницы будут постоянно в туши и никуда она не денется, не будет эффекта панды. Так. А смывается водичкой просто? Теплой водой. Теплая вода, температура которой больше 38 градусов. Смотрим вниз. Так, Оксана, а у вас там под вот этой кофтой что? Блуза какая-то синяя или что это? Это футболка. Просто вот у вас такая внешность яркая. Бежевый цвет немножко гасит. Вот если... Я просто одела так, потому что на улице холодно. Угу. И я одела все, что самое теплое. Так, еще раз вниз. Ну, мне идут до синие, я знаю. Да. И цвет кожи он такой... Сразу становится более сочный. Потому что у вас цветоколорит такой глубокий, яркий. Яркие цвета, они даже, знаете, теперь без макияжа будут вас украшать. Так. Мне сегодня надо идти куда-то в большой фиатр. Обязательно. Ну... Так. В лучшем случае в худшем ресторанке. Подожди, такую красоту смывать буду. Я обожаю эту фразу. Как правило, когда женщина наводит марафет, выглядит шикарно, сразу же вот это ощущение. Сашуля, а где у нас карандаш для губ? Мы не брали карандаш для губ. Как я уже сказала, в Живанши классный карандаш для губ. Мы его не взяли. Почему? У меня просто нет слов. Спасибо большое. Тогда без контура. Губы у вас шикарные. Да, губы тоже красивые, можно и без пользы. Ну, пользуюсь. Я иногда контуром прорисовываюсь, просто вместо помады всякая. Ну, это просто повезло, что действительно губы хорошие, повеличиненные, контур замечательный. Скажи, где 20 минут, это же очень мало времени, действительно, можно всё забыть. Как мы сейчас делаем? Сейчас мы делаем вот таким образом. Давайте вашу руку. Лучше вот там, нет, вот там. Сюда я наношу блеск, а вы его наносите, ну, чтобы нам тут сейчас гигиену соблюсти. Так, наносите пальчиком на кубы. Это масло для губ, то, что сейчас очень актуально именно в зимний период. Или вообще, если у кого губы постоянно сухие, то масло очень здорово восстанавливает. Вот и всё. Посмотрите, пожалуйста, девушки, какая у нас близда. Вообще. Взгляд своего журнала практически. Да. Вы видите, кожа холёная, красивая. Мы сейчас использовали все средства. Я ещё даже перечислила. У нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать продуктов декоративной косметики и две, ну, можно сказать, там, три кисточки. Теперь давайте пройдёмся по чеку. Значит, общая сумма, то, что мы купили нашей героине, 34 тысячи 83 рубля. Скидка составила 7262. Плюс ещё. База, которая стоила у нас 3100 рублей и сделали нам скидку 1240. Ну, то есть к этой сумме 26821 плюс ещё. Я не буду сейчас считать. Хорошо, хорошо, я тоже. Плюс ещё тысячу сколько? 860. Ну, вы посчитаете. Зато мы миленькие. Итак, давай дальше. Dior Backstage Face & Body. Это пудра. Это пудра из новой коллекции, очень классная. Я прям её советую. Она как иксо красивая. И сама по себе она натуральная, матирующая, лёгкая, такая полупрозрачная. Выбор цвета, кстати, тоже большой. Зачем непонятно раз на полупрозрачная. Ну, в общем-то, хороша. Стоимость этой пудры 3090 рублей и скидка у нас получилась... А, это со скидкой. Скидка 515. То есть общая сумма была 4120, 3090 рублей. Её надолго, в общем-то, хватит. Там большой объём. Замечательно. Кто-то звонит. Так, дальше. Косметичка Penal 380 рублей. Ну, прекрасно. Да ладно. Крем для лица с SPF. Это, наверное, как раз... А вот это что такое у тебя? Подожди, второе. Я пропустила? Да. Кутюр от Илье. Это пятицветные тени. От Dior. От Dior 104 тысячи 57 рублей. Это новая коллекция. По-моему, она лимитирована. Поэтому, если она вдруг вам понравилась, то советую её быстрее пойти приобрести, потому что потом могут её снять с производства. Тени хорошие. В Dior есть много теней, которые слишком блестящие. А тут как раз вот мне тоже понравилось. Скорее всего, я её тоже приобрету. Так, косметичка Penal BB-крем для лица с SPF 20. Это корейский бренд Arborian. Стоит он 2999 рублей. Ну, то есть практически 3000 рублей. Но это большой объём. Большой достаточно объём. А большой бы это сколько? А я не помню. Вот надо посмотреть, потому что если это объём 30, то это классика. Если объём 40, то да. Просто обычно он у них меньше. Это там есть миниатюрки. Да, да, да. Но он хороший для кожи, которая склонна к сухости, будет работать идеально. Великолепно. Причём он подстраивается, что тоже очень удобно. И если кожа, тип кожи такой мелкоморщинистой, и у вас все средства забиваются, вот обратите внимание на эти тональные средства. Так, дальше у нас Dior Brow Styler. Это карандаш. Для бровей, которые дают? Да, да. Я хотела сказать 1815. 1815 рублей. Ну, в принципе, карандаш мне этот очень нравится. И Dior одни из первых, у кого появились вот эти тоненькие грифели. Сейчас, конечно, такой грифель можно найти вообще в любой марке. Можно увидеть и в масс-маркете огромное количество. Просто это 1815, а Vivienne Sabot, такой же за 400 рублей. 400 разве он? На сколько он стоит? По-моему, даже подешевле. Ну, есть схожие, да. Но это Dior. Там расчёсочка, а там тоже расчёсочка есть. Ладно. Так, Clorans хайлайтер для лица, жидкий. Стоимость 1151 рубль. Понравился он тебе? Да, понравился. Он очень деликатный. Опять же, те, кто хочет макияж такой прямо нежненький-нежненький. Всё вот незаметно-незаметно. И жидкий, и хорошо увлажняет. И при этом деликатное сияние. Мне очень понравился. Нормальная цена. Тем более, если его использовать вот так вот для лица, там нужно-то вот очень хороший. Кисть для растушевки теней 1507 рублей. Мне очень понравилась форма. Форма чего? Кисточки. Кисточка шикарная, мягкая, для растушевки замечательная. Стоит она этим денег? Ну, в принципе, хотя можно купить в два раз зашевле. Ну, вот мне тоже так кажется. Да. В два, а то и в три раз зашевле. И она будет совсем не хуже по качеству. Согласна. Кисть для макияжа. Это, которая большая, это которую мы забрали, потому что она вам больше не нужна. Потому что наши модели, для того, чтобы припудрить лицо, достаточно другую кисточку, которую мы использовали. Подожди, а это та? Да, 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 это она. Дальше у тебя идут уже румяна. А у нас еще была одна кисточка. Ты только что про нее сказала, она была для растушевки, а это для макияжа. А-а-а. Так, вот эта кисточка Касса Д. Так, 1600... О, 1600... А, все правильно, да. 86 рублей. Это какая? Это, которая вы румяна делали, а вот эта вот большая, для пудры. Вот, доклон, все, 1000 рублей. Итак, значит, кисточка для румян, которую мы использовали, она стоит 1686 рублей. Ну, можно купить дешевле, можно. Она, конечно, хороша. Ну, это, например, да, вот эта вот маленькая. Эссенс 300 с копейками рублей. Прекрасно. И они там тоже есть разных размеров, и примерно такой же формы и размеры есть. Да, да, да. Румяна. Румяна были у нас Clorans, 1499 рублей. Они понравились, аниматовые. Хорошие, они матовые, они легко наносятся, цвет замечательный, такой, я бы сказала, практически универсальный. И у них у этих румян нет такой сыпучести, поэтому, мне кажется, их надолго хватит. Это вот помнишь, ты ведь эти румяна LR любила? Да. Вот они очень похожи. Девушки, кто пользовался раньше LR и не может их до сих пор купить, потому что их рекомендует, Жан. Вот, вот эти румяна от Clorans супер просто. Кисть для пудры, которая большая, из токлона 1000 рублей. Мы ее... А, ну у нас получается замена. Да, у нас получается замена. Ну, в принципе, туда. Так, так, так. Дальше. Dior Show подводка. Это карандаш, который по стойкости 24 часа. Надо потом поинтересоваться, 24 часа держался ли у нее карандаш. Слушай, ну мне очень понравилось то, что это стойкий карандаш, то есть, как заявлено производителем, но стойкие карандаши у них есть такая особенность, что они максимально быстро фиксируются на коже. А этот, он ты прям его растягивала так легко, мне понравилось. Да, мне тоже. Стоит он 1968 рублей. Дороговато, конечно, для карандаша. В масс-маркете можно купить дешевле. Но он, может быть, по стойкости хуже. Ну, надо искать, да. Следующее средство, это называется Reboot Pen. Это люминайзер для лица. Вот я очень часто говорю, что есть консилер-хайлайтер. Еще консилер-хайлайтер называют теперь новым словом и люминайзер. Это не новое слово в декоративной косметике, но просто его сейчас достаточно часто стали применять. Стоит 1500 рублей. Это фирма Make Up Forever. Это, кстати, хорошая цена для такого средства. Если вообще говорить про люксу, там обычно 2500-3000 рублей. 3500-4500 рублей, поэтому 1500 рублей, я бы сказала, даже очень-очень хорошо. Так, тушь нам дали не ту, которую я хотела. Почему? Расскажи не ту. Объясню. Значит, вот эта фирма Sensai японская, там тушь называется 38 градусов. Есть разные варианты кисточек. И, соответственно, разные формулы туши, которые дают эффект определенный. Я хотела та, которая удлиняет и подкручивает. И у нее кисточка тоненькая такая закручивается. Ну и плюс ко всему у модели очень красивая форма глаз. Но у нее действительно размер глаз. Он небольшой. Да, и вот эта кисточка, ее же можно просто убить. Поэтому кисточка слишком большая, неудобно. А та маленькая было бы очень удобно. И ресницы бы удлиняв, потому что густоты достаточно было у Оксаны. А вот если бы чуть-чуть длины, было бы то, что надо. Поэтому вот я разочарована в том плане, что косметику вернуть, например, в России нельзя. Даже есть чек, есть тушь. Мы не можем ее вернуть, и у нас по закону так не обменивают. Надо проверять на кассе. У нас было мало времени. Советую, проверяйте на кассе. Потому что очень часто так бывает, что вы покупаете, а дома распаковываете, там совсем другой продукт. Ну не то, чтобы совсем другой, но не то, что вы хотели. Значит, тушь эта стоила 1931 рубль. Обидно на самом деле. Обидно. Потому что, да, почти 2000 рублей, и тебе дали не ту кисть. Да. Тушь смывается при температуре 38 градусов. Так. И Диор – это масло для губ, которое в качестве блеска мы использовали, стоит 2238 рублей. Вот про это средство я считаю, что даже вот если бы оно стоило дороже, то оно стоит этих денег. В Катрис тоже есть масло за 500 рублей. Да, но Катрис так хорошо не увлажняет, как вот этот Диор. Да, ну вот, у меня губы очень склонны к сухости зимой, как, собственно, и у всех. А ты пробовала Катрис? А то, что он на мне? А, это сейчас. Да. Ну, было ясно. Ну, вот так вот я делаю, а я всё равно чувствую шелушение. А от Диора не чувствую. Покупайте Диор. Да. Так, ну вот, в общем-то, и, значит, база, база, база очень хорошая. Это тоже, это профессиональный бренд Make Up For Ever. Она увлажняющая, у них сейчас целая линия этих средств, праймеров, и для разных задач. Очень хорошо увлажняет, она прямо, знаете, такой мягкий, нежный крем, который моментально, особенно когда кожа очень-очень сухая, и вот такой мелкоморщинистый тип старения, то прям видно, как будто бы кожа разглаживается и становится такой более натянутой. Просто от того, что вы нанесли эту базу. Поэтому замечательное средство для того, чтобы использовать под тональное средство или под пудру. Но пудру лучше в таком случае не использовать много, чтобы не пересушить кожу. База эта стоит 1860 рублей, это уже со скидкой. Тюбик большой, наверное, 30, скорее всего, миллилитров, я думаю, что нормальный. Причем там нужно чуть-чуть, вот, и, значит, здесь плюс к этой стоимости нужно добавить к этому человеку. Считать хочешь, да? Нет, ну, короче, нет, я не буду считать. Так, ну что? Ну, в общем-то, дорогая женщина у нас, Оксана. Дорогая, богатая женщина. Да, дорогая, богатая женщина, да. Но я хочу сказать, это надолго хватит, косметика-то, она не расходуется так быстро. То есть есть некоторые средства, которые достаточно быстро уходят. Это, может быть, там... Корректор, вот тот же самый, блеск для губ. Корректор, потому что небольшой, да, корректор, блеск для губ, тушь. Да, тушь максимум, девушки, 3 месяца, потом ее, как бы, нужно менять. Да, все остальные средства будут достаточно долго служить. Поэтому, в общем-то... И вот сухие тени, например, да? Вообще, можно даже их не зарасходовать. Это может быть срок годности год, но, в принципе, ты же можешь ими много лет пользоваться. Ну, уж, если заявлено один год, то не надо лет 10 пользоваться. Ну, а если они не заканчиваются? А там потом они портятся. За 5 тысяч купила тени. Ты тогда, надо красить, 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 чтобы все... Сидень на ночь. Ой, смешно. Да, но тени хорошие, они уже могут надоесть. И сейчас, кстати, я хочу сказать, ты говоришь, год пользоваться. На новой упаковке, я смотрела, именно Кристиан Диор, там написано, что 6 месяцев. Я вам 100% говорю, за 6 месяцев вы не успеете использовать всю палетку. Это нужно каждый день красить, я не знаю, по 20 лиц, чтобы эта палетка закончилась за 6 месяцев. Мне кажется, это маркетинговый ход. Для того, чтобы вы посмотрели, а мы же теперь понимаем, что, ой, чтобы аллергии не было, чтобы вот нужно все, да, да. И смотрим, ага, 6 месяцев. Я покрасилась ими там пару раз. Ну, это вообще невыгодная покупка на 6 месяцев за 5 тысяч рублей. Согласна, да. Ну, 6 месяцев, мне кажется, все-таки это небольшое лукавство, и можно пользоваться больше. Вот. Но у кого чувствительные глаза, лучше не надо. Ну, да, не рисковать. Да. Да? Очень. Ну, какая вы красавица. Спасибо. В хороших руках, вы как профессионала, мне кажется, у вас они красавицы. Так, смотрите. Оксана, значит, что у нас сейчас с вами дальше? Мне даже стыдно. У нас есть две косметички. Одна косметичка, это та, которую... Вы еще будете сомневаться, что я отвечу? Ну, я должна спросить. Конечно, ваша. Я такое не имела, тем более здесь новинки, как вы сказали. Я бы, наверное... Да, здесь вот эта пудра новинка, вот эта база тоже не так давно, она появилась в продаже. Я базы вообще не пользуюсь. Вот это средство, тени новые, ну, близко давно, да. То есть вы забираете свою косметичку. Конечно, да. Ой, в смысле, косметичку, которую мы с вами собрали, а эту тогда я забираю себе. Я их коллекционирую. Да, расскажи, что ты с ними будешь делать? Я их буду коллекционировать, и потом пройдут много-много роликов, и я говорю, вот, а эта вот героиня такая-то, а эта такая-то. Самое интересное, что, скорее всего, я всё вспомнила, где какая косметика, точнее, чья это. Ну, у меня, да, такая... А ты будешь её потом разыгрывать? Разыгрывать? Что разыгрывать? Косметички? Косметички? А, из серии, что я возвращаю косметику, кто узнаёт, чья это косметичка, да? Так, не знаю. Ну что? Ваша, конечно. Конечно, безусловно, в тысячу раз. Отлично, я очень рада. Мне очень понравилось, как мне накрасили. Вот я не слишком такой человек, но у меня внутри всё так бушует, мне кажется, я бы даже заплакала. Да? От радости, да? Да, конечно. Прекрасно. Значит, тогда вам нужно научиться всем этим пользоваться. Я буду смотреть ролик, пересматривать. Ну, я так запомнила, что, зачем. Ролик. Вы хотите по ролику научиться пользоваться. Я хочу вообще-то, вообще, поучиться у вас именно обучению этому макияжу. Вот, да, тогда мы вам ещё дарим, мы, в смысле, наша команда, и мы вам дарим курс по макияжу, где вы сможете его пройти, тем более у вас теперь есть всё, что это необходимо. Осталось только посмотреть уроки, выучить определённые техники, знать, хорошо разбираться в косметике и применить это всё для себя, любимое, чтобы это было так же быстро, легко, как это сейчас получилось у меня. И это несложно. Что-то сегодня, а за какой-то не день рождения у меня. Блин, может, я тоже в следующий раз моделью буду? Моделью будешь? Будешь бегать, искать, мелюб, свою косметику. Так нечестно, ты всё знаешь, ты всё умеешь. Так, Оксана, ну что, отдавайте свою косметичку. Отдаю. Мы с вами прощаемся. А это ваша. Ой, спасибо, я такая счастливая, серьёзно, прям, очень счастливая. Я не знаю, прям, как словами-то выразить. Да, ну я по глазам вижу, так что всё в порядке. Теперь вам нужно просто смотреть уроки, да, потому что там очень много того, что вам пригодится, не только с этой косметикой, вы потом будете ориентироваться, и когда у вас закончится эта косметика, вы спокойно пойдёте в магазин, и, может быть, не за 20 минут, а подольше, но сможете выбрать то, что вам надо, что у вас будут эти знания. Супер, девочки. Тогда мы с вами прощаемся. Да. Но мы с вами увидимся в чатах, потому что, когда вы будете проходить обучение, вы будете писать в чате, поэтому мы вас увидим. Обязательно. Всё, девочки, приходите, это супер, это сказочное, это незабываемое, я даже не верю, до сих пор не верю. Всё. Отлично, до свидания. Ура. Супер, благодарим. Мы ей подарили, да, а теперь посмотрим, чем она пользуется. Ну, мы, конечно, уже смотрели. Это зеркало. Ну, флавер, хорошо. Мне, на самом деле, косметика флавера нравится, надо отдать должное, они качественные, ребята. Это же моя любимая помада, только единственное, что вот эти цвета, конечно, я не понимаю, зачем это. Да, это, кстати, неплохо, чего на лето. Вот этот цвет, согласно, хорош, а вот это? Вот это, нет, вот это же, если такая, барби. Но её не видно, и она перламутровая, не знаю кому, и губы будут просто отсутствовать. Нет, это хорошо. Тушь. Мне кажется, она уже очень старенькая. Открою, смотри. Годен до... Так, блеск для... 06-го, 21-го. Ремел. Ни разу не пользовалась почему-то ремел, не знаю, ладно. Так, минеральная пудра. Fresh Minerals Powder. Минеральные пудры, они бывают такие коварные, ты наносишь цвет один, потом проходит какое-то время, они окисляются, и цвет кожи становится, как правило, такой немножечко оранжеватым подтоном. Сюрприз! Сюрприз! А вот этот Стеллари, кстати, неплохие кремовые тени. Кремовые тени быстро бывают, засыхают. Нет, эти, кстати, засохли. Засохли. Они, когда засыхают, они вообще нестойкие. Вот это. Тут же очаровашка фиолетовая. Вот фиолетовый фиолетовый мурозинь, да? Согласна. Кстати, ничего-таки. Мне нравится. Что это у нас? А это у нас No Name. Это когда уже все отвалилось, и уже не видно. Ну, слушай, с учетом того, что это всего лишь два оттенка в косметичке, скорее всего, Оксана только ими делала макияж, то в совокупности это смотрелось бы не очень. База под макияж, и, честно говоря, я не понимаю, что это за бренд. Вот сколько мы не смотрели, так и непонятно. Вот эта база Neocare, видимо, называется. Био косметик. Очень невкусно пахнет. Может быть, она био, может быть, она натуральная. Не знакома с этим брендом, но запах не очень приятный, и поэтому если наносить на лицо и постоянно его чувствовать, это не айс. Да. Вот это, кстати, я даже не понимаю, что это за фирма. А вот я хотела в этом плане, если смотрят производители, вот когда вы пишете на упаковке, что это за средство, проходит какое-то время, это все стирается. И не то, чтобы мы, знаете, женщины там как-то сильно очень пытаемся все стереть названия, нет. Просто они так наклеены или написаны, что очень быстро исчезают. И потом думаешь, вот что это, где это, непонятно. Сделано в Германии с витамином D. И в Германии делаются все. Так. Это Faberlic блеск для губ. Ну, нормально. Clorans тоже. Это такая миниатюрка. Скорее всего, это был подарочек или какая-то лимитированная версия в такой упаковке. Ну, карандашки, ну, как бы карандаши, они... И вот это мне тоже просто умиляет, когда есть какой-то любимый продукт, и женщина им пользуется, пользуется, пользуется. И вот он уже такой карапешечный. Ну, а если вы сняли с производства, хорошо. Ну, вот он маленький, ты вот так вот сделала, и все, у тебя снова он длинненький. Что-то так никогда не делала? Нет. Делала. Нет. Все. Что, оставляю косметичку? Ну, в общем-то, неплохо, но самого главного нет. Много карандашей, это здорово. А самое главное, это ровный тон кожи. И вот для тона кожи, к сожалению, здесь ничего нет. Ну что, девушки, вот мы закончили. Сделали обзор декоративной косметики, макияж модели, сходили в магазин, все вам рассказали, показали. Я надеюсь, вам понравилось. Поэтому подписывайтесь. Это еще не все. Это еще не все? Да. Надо подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. До новых встреч. И помните, следующей героиней, возможно, будете вы. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за информацией, когда будет следующий набор героини для нашего шоу. Ура!